Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Мы уже не один месяц и даже не один год, а уже достаточное количество лет с вами движемся по разным книгам. Пока еще книгу из Нового Завета мы взяли только «Евангелие Матфея». Достаточно большая по количеству глав, самая длинная. И посвятили ему несколько лет. А сейчас мы движемся уже не один месяц и даже год по книге Иова. И пока что мы еще в 16 главе, но движемся не торопясь, потому как нам важно одевать на практику жизни и проверять себя через призму того, что мы читаем. Как Новый, так и Ветхий Завет одинаково для нас может работать с учетом того анализа и причин, по которым Бог что-то говорил в Ветхом Завете через пророков. Данная книга, книга Иова, она не является пророческой. Она так называемая поэтическая книга, куда относится еще книга «Песни-песни» и также «Притчи» и «Псалтырь». То есть это поэзия духовная, либо это состояние, как знаете, «Песня жизни». Вот в данном случае мы в «Песне жизни» Иова. И поэтому погружаемся в нее, смотрим, что он переживает и как он проходит, и с этим учетом проверяем свое сердце, анализируем свою жизнь и находим очень много похожего. И это не значит, что Бог на нас будет сердиться, если мы что-то обнаружили такое, что неприятно нам, может быть, видеть со стороны другого человека, либо, в частности, анализируя жизнь Иова. И тогда, когда, анализируя его жизнь, видим себя, то этим сравнением мы можем помочь себе увидеть глазами неба себя. А что мы представляем, когда Бог на нас смотрит с учетом не просто знания его природы, а которая неизменная? Природа любви, природа благости, как когда-то Бог сказал Моисею, что я Бог человека любивый, много милостивый и долго терпеливый. Вот представьте, когда мы с таким Богом имеем дело, с таким Богом имеем отношения, то он не меняется по своей сути, а из-за того, что у нас меняются обстоятельства, нам кажется, что меняется Бог. Нам кажется, что он что-то поменял в своих планах, и поэтому мы оказались там или там. На самом деле, благодаря Богу и благодаря его заблаговременно, оказываясь в позиции любви к Божьей, вот, например, жизнь Иоанна, это жизнь ученика, как и всех остальных, но только единственный ученик, который не умер мученической смертью. Но это не значит, что он не прошел что-то сложное. Он был сослан на этот остров Патмос на каторжные работы. И это было не так легко, а, можно сказать, очень трудно. Но, несмотря на это, находясь на острове Патмос, он смог увидеть будущность, как никто другой. И более того, он остался, как еще раз повторю, жить, и еще заботился о Марии, о матери Иисуса, потому что он был один из долгожителей, находясь рядом со Христом. А как это получилось? А потому что он постоянно говорил, ученик, которого любил Иисус. Он утверждал это в свою жизнь. И не потому, что Иисус не любил у других учеников, но этот утверждал, этот постоянно об этом говорил, и все знали об этом. Даже те, которые сегодня задать вопрос, просто прочитавшим один раз хотя бы Евангелие, был ли любимый ученик у Иисуса, они скажут, Иоанн. Но Иисус никогда ему не говорил, что он любимый ученик. Ну, по крайней мере, мы не считаем это. Может, и говорил, но мы не читаем. Но к нам всегда обращено вот это слово любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Любовью вечно я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Когда мы читаем подобные тексты, мы куда их относим? Относим ко всем, кроме себя? Но там же написано, чтобы всякий верующий не погиб, всякий имел жизнь вечную. И это проявление Божьей любви. И поэтому нужно в себе взгревать какие-то вещи, состояние и информационное поле, которое позволит нам не поколебаться в Боге при любых обстоятельствах. Да поможет нам в этом Господь. Поэтому, продолжая читать то, что чувствовал Иов, продолжая смотреть после того, когда вразумления от друзей на какое-то время остановились, а теперь пошел поток из Ова, который долго терпел, который держал внутри себя какие-то аргументы, а теперь сказал, что все, вы очень жалкие утешители, я не нуждаюсь в таком утешении, но к Богу у него были вопросы. И вот эти вопросы сейчас мы с вами и просматриваем. И вот один из них. Это 16 стих, 16 главы. «Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти». 17. «При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». То есть есть вопрос, есть проблема, с которой он приходит в Божье присутствие, пытается понять, что происходит, задает Богу вопросы, проблема не решается. Узнаете ситуацию? Бывало ли такое в вашей жизни? Когда, может быть, мелкие вопросы решаются быстро, а то, что вас действительно тяготит, то, что является болезненным, оно не уходит. Так вот, это как раз та сфера, в которой сейчас Господь двигается, а не наблюдает. Он двигается внутри нас, Он двигается с окружающими обстоятельствами, чтобы что-то произвести в нас. Но я хочу сказать, друзья, в чем здесь нужна коррекция по отношению к собственной жизни. Практически все люди, которые попадают в трудности, действуют так же. Лицо попогравило от плачи. Может быть, не до такой степени плачут, но слезы, думают, являются аргументацией в молитве. Если это слезы благодарности, если это слезы умиления, если это слезы сострадания, все нормально со слезами. Я не к тому, что надо их, так скажем, убирать, когда идет Божье присутствие, ты даже не можешь не плакать. В смысле слезы текут, потому что есть какое-то внутреннее, как состояние протечки, что ли, когда ты как воск таешь. И вот это вот состояние переживания Бога, оно дает нам определенное состояние, и эмоциональное. Но слезы самосожаления, слезы печали, слезы горечи, это опасные слезы. И более того, на слезы ответ неба, как правило, не происходит. Ответ не на слезы, а на веру. А вера видит невидимое. А вера ожидает получить то, что мы хотели сейчас или назвали в уши Бога. Соответственно, друзья, думая, что слезами можно убедить Бога быстрее прийти, это ложный путь. Когда мы понимаем, что слезы умиления в его присутствии, они укрепляют веру, они самосожаление питают. Как вы поняли, здесь разные слезы и разный результат от них. Поэтому проверять себя в молитве, я прихожу в Божье присутствие, и у меня текут слезы. Это какие слезы? Это потому, что я себя так жалею, что мне, в общем-то, и Бог сейчас не отвечает, и я уже не знаю, что делать, безысходность. Это та сила, которая нужна для того, чтобы эту слабость изменить. Потому что слабость как раз в том, что я не знаю, что делать. Но, с другой стороны, когда я пришел в Божье присутствие и вдруг осознаю, вот она, слабая зона, и я плачу сейчас, и говорю, Господи, а я сам-то ничего не могу изменить, а ты сказал, блаженны нищие духом, ибо их уже есть Царство Небесное. Поэтому дай мне войти в Твое Царство, когда я осознал эту нищету, этой сферы, этой части, этого вопроса. Я без тебя ничего не могу делать. То есть, расписывается человек в собственном бессилии, в уповании на Бога. Это то, что является нормальным. Капитуляция перед Богом. Не тогда, когда зачем мне просить, я и сам это могу сделать. Зачем мне обращаться к Богу, когда, в принципе, я здоровый человек, у меня есть контакты, у меня есть, может быть, план на день, а может и на год, а может и не на один год. И вот, когда люди вот такие внутри себя имеют основы, то они будут потрясаться, потому что Иисус предупредил, а без меня не можете делать ничего. Соответственно, когда есть в данном случае слезы, которые мы видим у Иова, и они просто проливаются и проливаются на лицо, которое стало побагровело от слез, то это от безысходности слезы. Это не значит, что Бог пройдет мимо. Он отреагирует. И мы видим, как он отреагировал. Но, если вы уже читая книгу Иова, знаете, он все-таки не отреагировал на слезы, он отреагировал на аргументацию Иова, он отреагировал на его заявление, он отреагировал на то, что у него были правильные шаги или неправильные, на все отреагировал, но не осудил, а стал с ним вести диалог, как с мужчиной, и сказал, встань, припаяшься, как мужчина, я буду с тобой говорить. Но слезы в данном случае не были для Бога аргументом выйти на диалог. Поэтому я благословляю каждого из нас быть свободными в проявлении чувств, когда мы приходим в Божье присутствие. И если вдруг потекли слезы, задай себе внутренний вопрос. Они какие? Они откуда и с какой мотивацией вышли? Самосожаление, безысходность, печаль, либо умиление, сострадание, любовь, доверие. Везде могут быть слезы. Как вы видите, они разные. Но для Бога они важны, потому что задействованы эмоции, а потом я с этим уже разбираюсь. У меня сейчас эмоции, которые привели меня в тупик, и мне нужно исцеление. Либо у меня это уже пошло понимание и прозрение, потекли слезы, что вот, наконец-то, я чувствую выход уже так близко, что я уже прямо запах ощущаю. И потому я благодарю Бога за то, что я приблизился к этому, к этому выходу. А теперь посмотрим смысловой перевод. Рыдания моим нет конца. Вот видите, как раз настроение, когда слезы являются пищей. И то, на что я надеялся, как на защиту свою, умерло для меня навсегда. То есть те человеческие основы, ресурсы, возможности вдруг перестали существовать. Такое может быть? Да, конечно. И вы знаете, мы переживаем сейчас тоже события, которые, может быть, в истории люди переживали неоднократно. Когда тот же Илья Пророк оставался без еды и без жилья. Вот где он жил и какие у него были возможности, нам неизвестно. Но, однако, когда он жил у потока, там нет жилья, он жил у потока, где приносило ему ворон пищу. И вот тогда, когда мы начинаем эти моменты переживать или понимать, вот одно живое свидетельство семьи, когда дети были голодные и просили у папы, мы есть хотим, дай нам хлеба. Он говорит, где я возьму хлеба? Нету. Но читал историю о том, что Илья получал пищу от ворона. И дети говорят, папа, а сегодня ворон может принести? Он говорит, может, но давайте молиться. Стали молиться, и через какое-то время ворон не прилетел, но кто-то постучал в калитку. Открыли калитку, а там стоит человек в военной форме, милиционер, и протягивает буханку хлеба. Они не знают, кто он, почему он принес. И каждый день он подходил к калитке в определенное время и давал буханку хлеба. Это Божье повеление, вы знаете, которое человек услышал. Мы могли бы, если бы поговорить с ним, узнали бы, что именно послужило. Но, однако, Бог знает, как ворона взять в удел. Даже, может, этот человек был, никогда вообще не знал Бога, но ворон, это природа, она не чистая птица. Но Бог что-то делает. И поэтому, но как ни странно, у меня нет желания пользоваться системой тьмы, обращаться к ней за помощью, и мое упование только на него. Вот где важный вывод. При всем том, что ты вдруг обнаружил, что ты много плакал, был в безысходности, но мое упование только на него. Вот этот вывод, который важно нам делать в трудных обстоятельствах. Друзья, да поможет нам Господь понимать, если есть ворона, пошлет ворона. Если есть леса, принесет леса. Если есть, может быть, кто-то из людей, кого Бог захочет взять в удел, будет человек. Но у него есть возможность выйти к нам навстречу и не дать нам переступить черту, которую нам еще рано переступать. Поэтому благодарю Бога за то, что мы с вами можем сейчас молиться о грядущих днях. Небесный Отец, ты знаешь, как мы проходили предыдущие дни. Ты знаешь, какие события и состояния в нашей жизни имели место. Но сейчас я прошу о грядущих, потому что все, что было, все, что раньше нас могло заставлять жить в печали, в унынии, пусть это останется в прошлом. Научи нас торжествовать во Христе Иисусе во всякое время и на всяком месте, чтобы радостью нам опускать небо на землю, чтобы торжеством утверждать твои корни и основания в нашей судьбе. Но там, где бывали или есть слезы, пусть они будут именно теми, о которых, ты сказал, плачущие утешатся. И поэтому благодарю тебя, Дух Святой, что твое утешение к нам уже идет, и мы можем сейчас благодарить даже сквозь слезы, но благодарить за утешение. Поэтому я благословляю всякого человека, кто оказался в теснейших обстоятельствах своей души, своей личности, когда дьявол нашептывает много лжи. Благослови, Господь, узнать истину Твою и противостать всякой твердыни дьявольской, Твоей силой слова, молото разбивающей твердыни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова